Ралли Санта-Клауса продолжается. Индексы находятся вблизи своих максимумов, причем это двухлетние максимумы, лучшие вообще результаты с февраля 2022 года. И NASDAQ показывает на самом деле один из лучших своих исторических годов по доходности. Но всему тому виной ожидание снижения ключевой ставки. Что это, как это, будем обсуждать прогнозы по экономике Соединенных Штатов Америки в течение этого выпуска на 2024 год. В программе «Рынк сейчас» Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Ранхикс. Александр, добрый день. Здравствуйте. Александр, начнем с интересного, наверное, с какого-то короткого подведения итогов уходящего года. 2023 год, как вам кажется, какое самое главное событие было в экономике Соединенных Штатов Америки? Ну, я думаю, главное, что экономика не упала в рецессию и инфляция пошла вниз темпами, которые мало кто ожидал. Поэтому это оставляет очень хорошие перспективы для финансового рынка и для инвесторов. Да, безусловно, для многих ноябрьское и декабрьское заседание ФРС было как раз ключевым. И данные, которые вокруг этих заседаний выходили по инфляции, по дефлятору, которые считаются по расходам домохозяйства, они были ключевыми. Если говорить про 2024 год, какие события, какие факторы будут определять экономику Соединенных Штатов Америки? Ну, я думаю, те же два события. Просто нужно учитывать, что в 2024 году произойдет основной эффект от повышения ставок ФРС, которые происходили в предшествующем году. И перед экономикой США, так же, как и Европейского Союза и перед многими другими, продолжится проблема не впасть в рецессию, не впасть в стокфляцию. То есть не исключено, что инфляция из-за тех или иных факторов может вновь вырасти. То есть для США, мне кажется, самый сложный будет момент, как пережить этот переход от того, что государство начало снижать ставки, значит, поддерживать экономический рост. Значит, с экономическим ростом что-то будет не так. Поэтому мне кажется, что риск рецессии сохраняется, риск повышенной инфляции сохраняется. Плюс к этому есть фактор высоких государственных расходов и неопределенность на рынке той же нефти и цен на продовольственные товары. Но пока далеко не ушли, давайте про инфляцию поговорим. Что может случиться в 2024 году, что заставит инфляцию пойти на второй круг? Ну, прежде всего, цены на энергетические ресурсы, потому что сегодня они низкие и как-то все немножко расслабились, что ОПЕК не сильно влияет на цены в настоящее время. Но мы видим периодически вспыхивающиеся геополитические риски, в результате которых нарушается логистика и цена на нефть так постепенно хочет расти. В любом случае, оптимизм следующего года, он будет подстегивать рост цен на нефть и она будет выше, чем в этом году. И вот теоретически нефть может стать новым драйвером инфляционного роста. Но вот здесь спрошу, то есть понятно, что нефть может действительно из-за геополитики продолжить свой рост, но как будто бы Соединенные Штаты Америки в этом году удалось некоторую формулу нащупать и они увеличивают добычу. Вот за счет увеличения добычи Соединенные Штаты Америки смогут сбалансировать рынок нефти? Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, падающая экономика США, то есть безусловно охлаждение будет, собственно к этому и вело повышение ставки, не сыграет ли злую шутку? То есть здесь с одной стороны вроде как будет геополитическая напряженность подстегивать цены вверх, но снижающийся спрос Соединенных Штатов Америки, он может же охлаждать этот рынок. Мне кажется, что если очень коротко говорить, то такое благополучие на внутреннем рынке нефти, оно всегда временное. И если идут процессы интеграции среди компаний, добывающих США, это значит свидетельствует о том, что в экономике что-то хочется исправить. В общем-то мы видели, как это внешнее благополучие на внутреннем рынке быстро заканчивается в связи с тем, что остывают инвестиции, повышаются внезапные сдержки, наступают какие-то другие внезапные факторы. Поэтому мне кажется, что с этим нужно быть осторожным. А с точки зрения, да, экономика будет остывать понемногу, но на фоне снижающейся ставки, я уверен, что рынок будет верить в том, что финансовые активы продолжат рост, и что нефть будет одним из привлекательных финансовых активов для инвестирования в следующем году. Поэтому просто сами по себе финансовые факторы могут стать серьезным драйвером роста цен на нефть. Ну вот это интересная точка зрения, потому что есть противоположное о том, что цикл высоких цен на нефть уже пройден. Сейчас где-то стабилизируются цены на уровне 80. Но если говорить про охлаждение экономики США, многие на это не ставят. А финансовые и фондовые рынки вообще как бы живут в эйфории. Сейчас рынок свопов закладывает снижение ставки уже в марте 2024 года. Вероятность этого 84%. Ну и, собственно, это драйвит рынки в рост. Не слишком ли оптимистичны фондовые рынки? Ну, слишком, потому что все-таки снижение ставки – это обычно плата за снижение экономического роста. И просто так это не происходит. Поэтому на самом деле и в преддверии выборов, и в связи с различной геополитической напряженностью вполне неясность перспективы продолжения потребительского спроса на американском рынке. Поэтому вполне вот американская экономика может попасть в ситуацию, когда темпы роста будут серьезно затухать, а инфляция, она не будет переходить те ориентиры, которые устанавливает для себя Центральный банк. И наступит такое, знаете, сомнение общества в отношении, так сказать, явления такого, как стокляция. Если общество почувствует, что инструменты ПРС не работают в полной мере, что на самом деле вот такого перегрева экономики все-таки не удается, так сказать, сбавить, и экономика начинает несколько тормозить, но цены тоже, так сказать, начинают расти, и это может изменить оптимизм на финансовом рынке, так сказать, и инвесторы будут себя вести по-другому. Ну, я во всяком случае, мне кажется, что какой-то куш, который бы охладил бы избыточный энтузиазм на американском рынке, он был бы полезен, так сказать, в начале года. Да, соглашусь с вами, что сакфляция, наверное, один из самых больших рисков, но пока что система вроде как стабильно работает, и вот этот новый монетаризм, который исповедуют те, кто работает сейчас в ФРС, они как будто бы своими действиями подтверждают раз за разом рабочую схему. Посмотрим, действительно ли это так, действительно ли будет мягкая посадка. Что же касается спроса, вот интересная статистика, что цены на жилье в США начинают снижаться по сравнению с прошлым годом на 7-8%, при этом очень высокая по-прежнему ставка по 30-летней ипотеке, хотя и тоже немножко снизилась. Может ли здесь крыться какой-то подвох, потому что в инфляции на самом деле довольно существенную долю занимает как раз доля шелтера, или, по крайней мере, проживание американцев в жилье? Может быть, буквально на днях ведь было сообщение, что индекс Кейс Шиллер Индекс, отражающий цены на жилье на 10-20 крупнейших мегаполисах США, достигли рекордных уровней. То есть цены на жилье, на самом деле, ну это с опозданием, он показывает состояние на октябрь этого года, но тем не менее цены на жилье, так сказать, тогда продолжали, так сказать, расти, и мне кажется, что вполне здесь может измениться тенденция и продолжится экономический рост цены на жилье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!